Сабина учится в первом классе и, узнав об акции «Добрую книгу от доброго сердца», вместе с мамой решила сделать тактильную книжку о животных. На изготовление объемного альбома у семьи ушел почти месяц. Однажды мне папа закрыл глаза, и я поняла, что слепым детям очень тяжело, и мы всей семьей решили участвовать в этой акции. Нам потребовалось очень много материалов и труда, и я очень хочу, чтобы остальные слепые дети узнали тоже окружающий мир. Алия Деникаева и Дилара Имамова решили изготовить книгу по произведению «Огни Барто Зайка». С помощью этой книги слабовидящие читатели смогут не только потрогать реального пушистого зайца, но и научиться заплетать косички, ведь девочки сделали дождь с помощью декоративной шнуровки. Каждая страница в таких изданиях отмечена с помощью геометрических фигур, для того, чтобы особым читателям было проще переворачивать страницы. В начале декабря мы с вожатой пионерой 11-й школы Гульнасной Симоновной сходили в библиотеку, и нам показали мастер-класс «Как делать тактильные книги». Нам рассказали о том, что эти тактильные книги делают для тех людей, которые не могут увидеть всей красоты своей Родины, не могут увидеть блеска в ручье и всех сужачих пчел, и вообще всей красоты этого мира. После чего нам рассказали то, что эти тактильные книги делают мягкими и удобными для этих людей. Плотный картон, нитки-шнуровки, пуговицы, тесьма, а также ткани разнообразной фактуры – вот, пожалуй, основные материалы, которые необходимы для изготовления тактильных книг. Все это централизованная библиотечная система собирала больше месяца для того, чтобы к Новому году порадовать особых ребятишек новенькими изданиями. Проект «Добрую книгу от доброго сердца» не оставил равнодушными практически никого. Уникальность проекта состоит в том, что он нацелен не только на создание тактильных книг, но и на привлечение к созданию, к изготовлению рукодельных тактильных книг сотрудников библиотек и волонтеров. Наши особые читатели до этого времени пользовались тактильными книгами, предоставленными Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых. Изучив опыт работы специальных библиотек города Уфы, Стрелитамак, Санкт-Петербург, согласовав с администрацией нашего города, мы решили создать свой фонд тактильных книг. Как только библиотечная система объявила благотворительную акцию по сбору необходимых материалов, откликнулось большое количество людей. Среди тех, кто предоставил различные материалы для изготовления книг, оказались как крупные организации, так и ателье. А вот ребята из 1-го лицея, а также 5-й, 6-й, 7-й, 11-й, 16-й и 15-й школ не только приносили в ткани, но и сами изготавливали тактильные издания. Мы надеемся, что эта книга принесет детям много-много радости и пользы, и передаем эту книгу в Центральную библиотеку нашего города. Я желаю, чтобы люди нашего города не были равнодушными и участвовали в этой акции. Стоит отметить, что все тактильные книги изготавливаются из экологически чистых материалов. До объявления этой акции особенные дети читали сказки, предоставленные Башкирской республиканской библиотекой для слепых. А сегодня, благодаря волонтерам в фонде городского книгохранилища, уже есть свои собственные издания. Их число с каждым днем растет. Татьяна Кокорина, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».